Здравствуйте, друзья! Если вы ищете что-то необычное для своего сада, тогда это видео будет вам интересным. Хотя цветок, про который пойдет речь, уже знаком многим цветоводам. Если вы о нем еще не слышали, знакомьтесь. Это гость из Америки Пенстимон. Этот эффектный цветок способен украсить любой цветник разнообразием ярких красок и форм своих очаровательных соцветий. Пенстимон является многолетним растением, но некоторые его виды в садах средней полосы плохо зимуют. Тем не менее, таких ярких соцветий, как у Пенстимона, в сочетании с необычной листвой, редко встретишь в наших садах. А если учесть его неприхотливость и длительный период цветения, то этим цветам можно многое просить. Кстати, большинство видов Пенстимона зацветают уже в начале лета. И есть те, что продолжают свисти до поздней осени. Если вы ищете выносливые растения, обратите внимание на такие зимостойкие виды, как Пенстимона перстянковый, бородатый и блестящий. Все они с успехом зимуют в садах средней полосы. При таком огромном разнообразии красок, форм, соцветий и размеров кроны, можно подобрать в свой цветник то, что вам больше всего подходит. Видов и сортов Пенстимона очень много. Есть средние, высокорослые растения от 60 до 90 см и даже более метра. А есть почвопокровные, высота которых не превышает 30 см. К таким, например, относится Пенстимон Дэвидсона. Его высота около 20-30 см. Растение красиво стелится по земле, украшая своими многочисленными синевато-сиреневыми колокольчиками. Цветение обильное и длительное. Оно начинается в июне, а заканчивается в середине октября. Это растение украсит альпийские горки, каменистые насыпи и прочие возвышенности. К невысоким видам относятся Пенстимон альпийский и халла. Эти многолетники высотой примерно 20 см. Цветут сине-фиолетовыми колокольчиками и достаточно зимостойкие. Но эти растения, как и Пенстимон Дэвидсона, нельзя высаживать в низинах и подтопляемых местах. Иначе в холодный период года они могут сильно пострадать. Почва им нужна бедная и хорошо дренированная. В плодородной земле листвы будет много, а соцветий мало. Еще один невысокий сорт – это Пенстимон пигмей. Его предел 20 см. Зацветает он в начале лета. Не прекращает раскрывать свои удлиненные лавандовые цветочки до холодной осени. Очень интересные сорта с контрастной окраской. Например, сорт Оникс энд Перлс. Этот многолетник был назван в честь двух драгоценных камней – темного Оникса и нежного, светящегося в лучах солнца кжемчуга. Именно так выглядит контраст его светло-лавандовых цветков на фоне темной листвы. Высота куста достигает 80 см. Диаметр взрослого растения – почти 60 см. Зацветает этот сорт в середине лета, а заканчивает первыми заморозками. Из растений с подобной окраской можно посоветовать пенстимон Дарк Тауэрс. Его листья видно зеленой окраски с бордовыми оттенками. Соцветия – светло-розовые колокольчики. Очень красивое сочетание. Не менее эффектный темно-листный сорт Миднайт Маскарейд. Его баклажанового цвета листья красиво контрастируют с лиловыми соцветиями. Кстати, эти многолетники еще и устойчивые к морозам. Они могут расти с четвертой по восьмой климатические зоны. А в некоторых источниках утверждают, что даже и в третьей. Ко всему они еще простые в уходе и достаточно засухоустойчивые. Подобные многолетники будут украшать ваш цветник своей насыщенной листвой весь сезон. Для проявления яркости листьев их лучше высаживать на хорошо освещенных участках. При посадке пенстимона стоит иметь в виду, что он не любит застой влаги. Почва ему подойдет рыхлая, нейтральной реакцией. Невероятно украшают сад разные крупноцветковые гибриды. Это растения с яркими, крупными соцветиями, не обратить внимание на которые невозможно. Эти растения неприхотливые в выращивании. Высаживать их лучше на солнечном расположении. Красочное цветение гибридных пенстимонов длится все лето. Единственный их минус – низкой зимостойкости. Для удобства растения можно сразу высаживать в контейнеры, чтобы на зиму заносить их в прохладное помещение. Семена этих цветов можно высевать на рассаду и выращивать как однолетники. Очень яркие сорта «Сенсация» и «Рубра». Высота последнего около 70 см. Цветение длится почти все лето. «Сенсация» размеров 45 см. И цветет она июля по сентябрь. Очень популярные красочные сорта с крупными соцветиями «Шансон», «Айскрин», «Коба», «Корилла Рэд» и другие. Подобные растения – настоящая цветочная феерия, на весь дачный сезон. Таких цветов вы точно не встретите в каждом саду. Кстати, многие виды пенстимона способны давать свой самосев и легко размножаются рассадным способом. Зимостойкие виды проще размножить делением куста. Делать это лучше весной до цветения. Также эти цветы размножают посевом семян и весенним черенкованием при корневых побегах. А в летний сезон укоренением верхней части стеблей. Пенстимон – это неприхотливый цветок, который с легкостью украсит на весь сезон ваш сад. Он порадует вас многообразием красок и простотой выращивания. Эти растения также хорошо сочетаются с разными цветами и декоративными культурами. Их красиво высаживают в миксбордерах. Низкорослые на переднем плане, более высокие по центру и сзади. Эти цветы также эффектно смотрятся группами. Пенстимоном можно украсить не только участок, но и выращивать его в контейнере, например, на террасе или на балконе. Поделитесь и вы своим мнением об этом цветке. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый Сад! 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 Добрый Сад!